Суббота 22 октября Калининский районный суд рассматривается вопрос об избрании меры пресечения по ходатайству следствия МВД троим жителям Твери и Калининского района. Все жители Калининского района Тверской области в возрасте от 18 до 20 лет, двое из них ранее судимы за совершение хищений, после осуждения на путь исправления не встали, продолжили заниматься преступной деятельностью, что было учтено при избрании судом меры пресечения в заключении под стражу в отношении указанных лиц. К мере пресечения вернемся позже, а пока сообщим, что обвиняются подозреваемые в нападении на людей. Два из них обвиняют в совершении двух преступлений, один в совершении одного пока преступления, вставляя группу ЛИС совместно с другими двумя молодыми людьми. По версии следствия, молодые люди в течение 22 года совершили одно нападение на жителей Московской области с применением пневматического пистолета, применили насилие и похитили его имущество. Двое из подозреваемых в сентябре 2012 года совершили нападение на молодого человека с применением пневматического пистолета и похитили принадлежащий молодому человеку сотовый телефон. По нашим данным, жертвами подозреваемых были закладчики. За ненадлежащую криминальную работу молодчики буквально глумились над своими жертвами, избивали, хлестали кнутом. В настоящий момент вменяется один эпизод предусмотренного 162 УК РФ, а также один эпизод предусмотренный статьей 163 УК РФ. Впоследствии данное преступление будет переквалифицировано также на статью 162 и уголовное дело с учетом установленных обстоятельств будет передано из следствия МВД в следствие Следственного комитета. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде исключения под стражу. Судебное заседание прокурорам дано положительное заключение о наличии законных оснований для избрания меры пресечения в виде исключения под стражу. С учетом этой позиции прокурора и избрана вышеуказанная мера пресечения в отношении всех троих подозреваемых. В настоящий момент следственные действия в отношении всех из них продолжаются. следствием и оперативными сотрудниками, устанавливаются другие участники событий и будут проверяться версии о причастности к этим преступлениям, а также к другим преступлениям. О подробностях этих преступлений мы расскажем в патрульной службе.